Помилуй ты. Аминь. Христе, свете истины, просвещай и освещай всякого человека грядущего мира. Дознамя на нас свет лица твоего, дамим свет неприступный. И исправен стопы нашей к деланию заповедей твоих. Молитвен при чистой своей матери и всех святых твоих. Аминь. Израны боеводы победительная, яко избавшись от злых, Благодарственная воскресуем тиробит твоей, Богородице. Но я твоим учая державу непобедимую, От всяких нас без свободи да зовем ты. Радуйся невеста неневестная. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава, отцы, сыны, святому духу имени, преснями и кильковами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Богосой. Христос истинный Бог наш, молитвами при чистой своей матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустого о Евангелии от Иоанна. Апостолы этого окружают горние силы, девясь многообразию души его, разуму и красоте его добродетели, которые он привлек к себе и самого Христа и получил благодать духовную. Настроив свою душу подобно благозвучной, украшенной драгоценными камнями, имеющей золотые струны, лире, он достиг того, что через нее духом возгласил нечто великое и возвышенное. Итак, будем внимать не рыбарю, не сыну Завидееву, но тому, кто ведает глубины Божию, то есть духу, движущему эту лиру. Он ничего человеческого не будет говорить нам, но все, что он скажет, будет из глубины духа, из тех тайн, которые даже ангелы не знали прежде, нежели они совершились. И ангелы вместе с нами, через глаз Иоанна и через нас, научились тому, дабы ныне сделалися известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия из послания к ефесянам. Итак, если и начало, и власть, и херувимы, и серафимы познали это через церковь, то очевидно, что и они с великим тщанием занимались этим поучением. Таким образом, мы и тем уже немало почтены, что ангелы вместе с нами научились тому, что прежде не знали, а что они узнали и через нас, об этом пока не буду говорить. Итак, окажем и мы со своей стороны безмолвное благоговение не ныне только и не на тот только день, когда слушаем, но в продолжении всей своей жизни. Потому что слушать его всегда хорошо. Если нам желательно знать, что делается в чертогах царских, как, например, что делает или предпринимает царь касательно своих подданных, хотя часто это нисколько не относится к нам, но не гораздо ли более вожделенно слышать, что изрек Бог, и особенно, когда все это нас касается. И все это Иоанн с точностью скажет нам, как друг самого небесного царя, или лучше, как такой муж, который имеет в себе его самого говорящего, и от него слышал все, что он от своего отца. Вначале было слово. Видишь ли ты в этом изречении все его дерзновение и силу, как он вещает, нисколько не колеблясь, не ограничиваясь догадками, но все говоря положительно. Свойство учителя не колебаться в том, что сам он говорит. А если бы кто, желая наставлять других, нуждался в человеке, который бы мог поддерживать его самого, то по справедливости ему следовало бы занимать место не учителя, а ученика. Если же скажет кто-нибудь, почему евангелист, оставив первую причину, тотчас начал беседовать с нами о второй, то говорить о первом и втором мы отказываемся. Божество выше числа и последовательности времен. Поэтому и отрекаемся говорить так, но исповедуем Отца Всемогущего и Сына от Отца Рожденного. Так скажешь ты, но почему же евангелист, оставив Отца, говорит о Сыне? Потому что Отец был всеми признаваем, хотя и не как Отец, а как Бог, но единородного не знали. Поэтому-то и справедливый евангелист поспешил тотчас, в самом начале, предложить познание о Нем для тех, которые не ведали Его. Впрочем, и об Отце Он не умолчал в этих же словах, обратив внимание на духовный смысл их. Знал Он, что люди искренне и прежде всего признавали и чтили Бога. Поэтому сперва и говорит о бытие Сына. Вначале, а потом, далее, называет Его Богом, но не так, как Платон, который одного называл умом, другого душою. Это чуждо божественное бессмертного естества. Оно не имеет ничего общего с нами, но весьма далеко от общения с тварью, разумею, по существу, а не по действию. Поэтому-то евангелист и называл Его Словом, имея намерение вразумить людей, что это Слово есть единородный Сын Божий. И евангелист, чтобы кто-нибудь не предположил здесь страстного рождения, предварительно наименованием Сына Словом, уничтожает всякое злое подозрение, показывая и то, что Он есть от Отца, Сын, и то, что Он рожден бесстрастно. Видишь ли, как я сказал, что в словах о Сыне Он не умолчал и об Отце. Аминь. Завтра 8 часов утром. В вечернем богослужении всегда с 5 часов начинается. Слышали? Так, с миром Божиим. А то говорят, что я не объявлял. Субтитры создавал DimaTorzok